На участке дороги, где сейчас идут восстановительные работы дорожного полотна, Александр Бакаев – начальник. В его обязанности входит контроль за работой бригад и качеством материалов, необходимых для аварийно-ямочного ремонта. На перекрестке улиц Молодежная и Бубнова должны восстановить литым асфальтобетоном порядка 30 квадратных метров автомобильной дороги. Бригада муниципального предприятия благоустройства работает круглосуточно. За сутки им удается привести в порядок 200-250 квадратных метров дорожного покрытия. Производится обрубка карт, компрессор, очистка основания от пыли и грязи, которая остается. И потом с жидким литым асфальтом заливается яма. Температура порядка 230 градусов. Дорожные катки при этом виде работ не требуются благодаря пластичности и высокой температуре смеси. Ее поддерживают в кохерах, влага моментально выпаривается, за счет чего происходит быстрое сцепление свежего материала с дорожным покрытием. При нынешней неморозной погоде необходимую прочность материал набирает уже за 30-40 минут. Поэтому движение на дорогах ограничивают лишь частично на непродолжительное время. Аварийный ямочный ремонт сейчас идет по всему городу и проведен на 85 участках дорожной сети. Почти 8 тысяч квадратных метров из 11 тысяч 200 уже отремонтированы. В сегодняшних планах ремонт дорог на улицах Вольская, 22-го порт съезда, структурная, авиационная и фрунзе. Работа проводится, планируем, что остаток до конца марта мы сделаем и дефекты дорожного покрытия, которые возникают у нас в процессе стаяния снега, то есть в данный период это переходный, они оперативно устраняются. С апреля месяца у нас появятся новые объемы, там порядка 10 тысяч квадратов, но уже будет и горячий асфальт и бетон маленькими картами, а также летом. Завершить аварийно-ямочный ремонт дорог рабочие планируют к середине апреля. Как только позволят погодные условия, специалисты приступят к ремонту дорог картами. Для этого необходима ежедневная плюсовая температура воздуха. Пока же ведется тщательная работа по обработке обращений. Их направляют через социальные сети и мессенджеры жителей Самары. Повышенное внимание уделяется участкам с наиболее интенсивным трафиком, а также маршрутом следования общественного транспорта. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.